Здравствуйте, друзья! Я записываю это видео специально для проекта ТОП-АРТ И, соответственно, не столько для обычных моих френдов в Ютубе Но, тем не менее, никому смотрит это не избраняется Я думаю, что много лайков я на этом не заработаю Я просто в данном случае сочетаю два варианта Я как бы буду играть, играть в игру Сталкер, Народная Стальянка И, одновременно, распространять во всяких вещах Которые связаны с тем проектом, о котором я буду говорить А для тех, кто никогда не играл в игры Наверное, это будет совсем-совсем неинтересно Вообще, для них такой проблемы Наверное, просто не существует Хотя, одна проблема для них существует точно Это проблема жизни и смерти в стриме А проект, о котором я буду говорить Он связан непосредственно с этим Он связан не менее с жизнью и смертью А вовсе не с игролом А тут проект следующее В том, что рано или поздно любой человек умирает Это как бы научный факт Как бы мы от этого не старались убежать в нашем сознании Как бы не пытались отгородиться от всего этого Это неинтересно Это произойдет Ну и как бы мне давным-давно уже в голову приходила мысль О том, что первый факт этот процесс взять в твои руки Я не говорю сейчас об этом убийстве Естественно Я имею ввиду о другом Некоторых других вещах То есть процесс может до определенной степени быть управляемым В том смысле, что если мы надеваем на голову умирающего, организирующего субъекта Специальный шлем, который будет соответственно отслеживать его физическое состояние А как бы специальные датчики будут следить за его температурой тела, биоритмами И всяким давлением И всякими другими вещами Ну то есть которые мы можем считать физическими показаниями его кожи И все это будет взаимодействовать с оперативной игрой То есть теми картинками, которые человек будет наблюдать Непосредственно в таком вот гениальном состоянии В состоянии умирания Меня всегда раздражало обывательское Для меня обывательское принцип Вообще это ну как бы смерть Это страшная вещь Да? Ну как бы никто не застрахован из нас Темно в этот момент умирания Остаемся в совершенно одиночестве И от того, что кто-то нас держит Держит нашу ладонь Сюда в руках И стоит вокруг постели Или там еще где-то Я имею ввиду сейчас смерть, так сказать, рутинного плана Не какую-то смерть на войне Или автокатастрофе А именно такого, то что называется Смерть по естественным причинам Но смерть по естественным причинам Она все равно не естественна Как бы мы к ней не готовились Сколько бы мы про нее не читали И так далее Все равно эта вещь есть Этот физиологический процесс существует Есть рождение Есть смерть Есть наша жизнь И в финале жизни Возникает это физиологическое состояние Переходы Из одного состояния материи, так сказать, в другое В состояние тлена В состояние тогда Все эти физиологические процессы останавливаются Мозг соответственно Имеет какие-то видения в этот момент Среди кислородного голодания Затухания этого сознания То есть на самом деле Мозг Как ни странно Он Может быть даже не странно Он сопротивляется Он не хочет в общем-то умирать И с последних сил Он начинает впрыскивать То есть он мобилизует весь организм Начинает подпитывать самого себя Разными гормонами Адреналином И всеми другими горминами Соответственно И всеми Вообще Всем тем арсеналом Которым он располагает То есть Это как Это вот очень Очень похоже На самом деле В игре Когда Вы идете куда-то Или кто-то из вас играл Конечно Когда-нибудь Обращаюсь сейчас В более широкой аудитории Чем просто игроки Ну вот Есть такая Вещь В игре Это Это Такое Состояние Когда ты попадаешь В какую-то Область Неизвестного И там Со собой происходит У тебя Резко снижает Здоровье У тебя Допустим В кармане Целый арсенал Всяких Лекарств Там Аптечек Всего на свете И Прочих Всяких Дел И Ты Иногда В панике Не понимаешь Что с тобой происходит Зачем здоровье уходит Ты Резко Начинаешь употреблять Все сразу Какими-то Пригоршнями То есть Жрать препараты Противопроград Какими-то Какими-то Аптечки Глотать И так далее И так далее А все равно Здоровье Падает Ты думаешь Да черт возьми Что же это такое Ну и как бы В результате Все равно Финал Ящик У нас Финал Поролся Там Какие-то Все Оказки В игре И Несмотря То что глотал Там Пригоршено Все подряд Вот так же И мозг наш Ведет себя Абсолютно Точно так же То есть Он Напарывается На это состояние Умирания Включает Сутили Механизмы Уничтожения Собственно говоря И Мозг сопротивляется Потому что Организм Многослеточный Другой Другой И Сутили Вдруг Другой Сутили Другой Другой Во время когда происходят такие бои, главный бой, главный, эрор в данном случае, это смерть, конечно, мозг паникует, мозг, так сказать, начинает с пригоршнями ездить, и что нужно будет, когда все эти самые торсины, все на свете, все вообще, что, что, так сказать, у него существует. В доступе все он это начинает потреблять, а в результате, конечно же, он не достигает ничего, он не может бороться, не может установить этот процесс, процесс запущения, все как-то. Ну, в детстве употребления всех этих препаратов, если сказать, нормы, которые содержат организм, возникают, естественно, побочные инфекции, как будто куней, жаркого цвета, и прочих, и прочих разных вещей. Естественно, что сознание, уже в этом, потому что это сознание, человек, в момент момент решения, в момент агонии, он начинает говорить все эти странные вещи, и вот, как-то человек, в существенно, уже спит. Он погружен в какой-то кошмар, такой, в принципе, смертельный кошмар, которого что-то не речится, мне кажется, в виде заведения, он непроизвольно, его речи, так сказать, непроизвольно, речевые функции как-то включены, активированы, поэтому он может произносить как-то во сне, иногда бывает, как-то человек включить во сне, произносить какие-то фразы и так далее, все это неадекватно, а когда человек просыпается после этого, то, соответственно, он не может вспомнить, что, собственно, он говорил, что-то не происходило и так далее. В случае смерти, соответственно, он уже не просыпается, то есть просить его будет некому, и ответить он уже ни на что не сможет. Ну, в принципе, круче, когда человек возвращается в кардис этого цвета, когда его откачают, он описывает все эти коридоры, все это, как сказать, культурный багаж, который мы имеем у себя, у головы, который тоже активируется. Да, ну, достаточно полный такой эффект, когда мы смотрим какие-то схожи в куле, допустим, до спередины, потом засыпаем и анонсим с продолжением. Вот так же, собственно, это самое продолжение, оно случилось в первом этапе, когда встали в процессе неразния. Как мы можем отопротивляться на немножечко, чтобы лучше контролировать? Во-первых, ну, нам стоит, наверное, подумать, что мы можем, например, впрызнуть автоматическое тело во время этого процесса. У нас таких веществ, потому что, знаете, он накопил немало. И все эти механизмы, они более тонкие и более плотные, но те, которые мы можем вам показать наружу запустить. Поэтому речь пойдет скорее о визуальной стороне, о визуальной аудио, о визуальной стороне, о визуальной стороне. Надо сделать вот так, чтобы вместо, например, коридора или каких-то таких вещей превышать их более сложное. То есть, интересно, как мы видим, продолжение творога будет, да? Я думаю, что его можно на самом деле создать. Для того, чтобы понять, что они работают, что они не работают. То есть, скажем, нашуNG все эти сектыDI, которые leben, они卖gar untuk職ardo или realizировать Hadi. То есть, грубо говоря, это будет игра интересная, которая будет проектироваться на минуту с lançацией на живет Boy, что они пом연ят умирания в ката mí vey Verantwortung до нашихojungs. Поэтому подработка каких-то стартейнеров. Стартейнеры зонные, отличаются темно, они будут приятные. То есть это та машина, которая, грубо говоря, игра под названием райской машины. Которая будет создавать люди перехода из этого ужасного мира в мир будет игра в небе райской. И, значит, соответственно, все будет выстроено. То есть такие вещи, они достаточно банальны, они в разных... Например, вспоминаешь фильм Зеленый Сойленд, в котором это было реализовано. Все, естественно, антидеманно. Там был такой момент, в общем-то, старин, который старается умирать. Не в силу даже того оставить, что он там смертельный поле уничтожил. А потому что он, по-моему, он просто забрал нас там. То есть в прошлое время, кажется, какие-то... Это же была Киутопер в Зеленой Сойленд. То есть, по-моему, там граждан тренужной ада, что ли, умирать. Я не помню. Но я помню, что был такой момент, что и в залом, в котором умирающий ложился, на самом деле, выходил такой струс, и, по-моему, выпивал яд, что ли. И, соответственно, ему крутили какие-то красивые... Киутопер в полячьих планах, и, по-моему, какие-то... И, по-моему, как мы работаем. Этого, на самом деле, вот какого вот варианта, такого пещерного варианта, может быть, явно будет мало. Но, по-моему... Поэтому, реализуем, наконец, общее время, об более глубоком поддействии на сознание. То есть, это еще и там 25-й кадр, это и динауральные ритмы, и много чего еще. То есть, все то, что человечество находило, как стрелку воздействия на организм, на мозг, мы будем использовать в этом проекте. Вот, я очень надеюсь, что проект будет совершен, и что я, в таком случае, буду в таком-то смысле... ...человеком, который умрет, я хочу выбрать, сказать, надеюсь, общее, что будет это заведено в таком-то смысле. Ну, спасибо за внимание, высказывайте на эту тему, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, я уже говорю, для... А для проекта «Дозар» тоже, в одном, участвуйте в чате, обсуждайте эту тему, если вам это нравится, что у вас есть какие-то сомнения, вопросы и так далее, задавайте, пожалуйста. Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!